Викиом – это онлайн-сервис для тренировки и улучшения памяти, внимания и мышления. Совместно с МГУ, Викиом разработал методику тренировок с помощью игровых тренажеров. Для начала сервис предложит вам пройти вводное тестирование, после чего специальный алгоритм составит программу развития, которая будет эффективна именно для вас. Всего 15 минут занятий в день, и уже через 2 недели вы улучшите работоспособность, скорость обучения и концентрацию. Так что начинайте тренироваться и раскройте потенциал вашего мозга. Господа, я должен признать, это довольно необычное видео. На основе наших исследований, 10 странных способов быть более привлекательным. И первое в нашем списке странных способов стать привлекательнее – не использовать дженерики и не покупать подделки. Друзья, это относится к уверенности. Два разных исследования показали, что люди используют дженерики, и зачастую они второго или третьего качества. Они покупают дженерики, потому что они дешевле и часто придерживаются этого по привычке. Но вот что происходит – они прививают себе комплекс неполноценности. Люди просто не чувствуют себя достаточно хорошо, и это выражается внешне. Людям показывали фотографии, и они находили этих ребят, и они не выглядели уверенными. Что касается подделок, возможно, вы присматриваете сумку, на которой будет значок премиум бренда. Но вы покупаете контрафакт. Вы знаете, что это подделка. Просто копия. И когда вы проходите мимо кого-то, беспокоитесь, что они это обнаружат. Из-за этого теряется уверенность, и вы становитесь менее привлекательным. Второй номер в списке странных способов стать привлекательнее – передвигаться в толпе. Например, прийти в бар, на вечеринку в группе людей. В фильмах нам показывают волков-одиночек, и это привлекает. Но в реальной жизни люди подозрительно относятся к новым людям. Когда вы приходите группой, вы получаете одобрение. Люди скажут «С ним народ, значит он хорош». И в общем, мы находим людей в группе более привлекательными, чем одиночек. Третий номер в списке странных способов стать привлекательнее – просто быть умнее. Что интересно, в 2015-м австралийцы проводили исследование быстрых свиданий. Они задавали вопросы кандидатам перед тем, как они начнут знакомиться. И что определили? Мужчины, само собой, ориентируются на внешность. Но девушек больше привлекают мудрые мужчины, которых определяют как мыслящих, которые задают глубокие вопросы, более внимательных. Итак, будьте привлекательно умны. Далее, по списку странных способов стать привлекательнее – владейте вашими странностями. Если у вас большой нос, если у вас дикие безумные кудри, если вы высокий и худой, знаете что? Вам не нужно это скрывать. Лучше примите это. Станьте рок-звездой, не бойтесь отрастить волосы, носить одежду, которая подчеркивает, какой вы худой и высокий. Да, некоторым это может не понравиться, но многие будут к вам тянуться. Они скажут «Нам нравится твой стиль, мы обожаем твою уверенность». У меня есть друг, высокий и худой парень, он стал барабанщиком в группе. Он начал носить заметные вещи. Он перестал бояться того факта, что он долговязый парень. И в итоге отношения с девушками стали гораздо удачнее. Далее по списку «Носите красное». Межкультурное исследование 2010 года. Участники были из Китая, США, Великобритании, Германии. И было определено, несмотря на страну, у женщин более высокое мнение и симпатия складывались к мужчинам, у которых в одежде присутствовал красный. Некоторые из вас могли заметить, что обычно, когда я в пиджаке, в кармане у меня красный платок. Вам не нужно полностью быть красным, как этот костюм. И поймите, что красный не всегда идеально подходит. Некоторые девушки любят фиолетовый, другие – зеленый, оранжевый, желтый. Не такие крутые, как красный, но вы их можете использовать, чтобы девушки потянулись к вам, были более открытыми и проявляли симпатию. Шестой в списке странных способов стать привлекательнее – носите каблуки. Я не говорю про высокие каблуки или женские туфли, друзья. Я о ботинках, туфлях, которые сделают вас выше на 2-5 сантиметров. Когда вы станете выше, сразу же ваша фигура подтянется, и вы будете более привлекательным. Девушкам нравятся мужчины, которые выше их. Если вы относительно низкие, скажем, 160-165, и наденете ботинки, которые добавят вам 4 сантиметра, сразу же больше женщин вас заметят. И это здорово. Если у вас приличный комок в середине туловища, вам нужно стать выше, потому что так вы покажетесь более худым. Когда на вас посмотрят с расстояния, ваш вес распределится относительно всей фигуры. Выглядеть выше, быть привлекательнее. Далее по списку странных способов стать более привлекательным, использовать сарказм и самоуничижительный юмор. Сарказм показывает уровень интеллекта. Девушек это привлекает. Самоуничижительный юмор показывает, что вы уверены в том, кто вы есть, в ваших способностях, что вы не боитесь быть немного уязвимым. И снова, девушкам это нравится. Восьмой номер в списке странных способов стать привлекательнее, выглядеть старше. Я не к тому, чтобы переборщить. Вам не нужно выглядеть на 110 и сморщиться, как изюм. Не настолько. Ваши 20-30 лет, нет ничего страшного одеваться как мужчина, как достигший успеха человек. Если у вас появилась седина, отлично, не скрывайте этого. Так и ходите. Особенно, если вы хорошо сложены, молоды телом, это хорошо. И снова, волосы и подходящая одежда, и вы не выглядите как мальчишка. Девятый номер в списке странных способов стать привлекательнее. Ешьте батат, морковь и курагу. Друзья, они содержат тонну каротиноидов. От этого, ваш вид будет привлекательнее, чем после обычного солнечного загара, который привлекательнее бледности. Итак, добавьте цвета вашей кожи через правильные продукты. Далее, по списку странных способов стать привлекательнее, закатайте свои рукава и покажите предплечье. Да, девушки любят предплечье. Им нравятся их формы и размеры. Мы прошерстили Reddit, провели исследование. Им нравятся волосы, тату, вены. Я не знаю, что такого в мужских венах, но девушки обожают венозность. Так что убедитесь, что ваши предплечье в форме. Мы зашли немного дальше, чем здесь на Real Men Real Style. Я оставлю ссылку в описании на тренировку для шикарных предплечий. Надеюсь, вам понравилось видео. Мы получили много удовольствия, когда искали эту информацию. Надеюсь, что мы рассказали вам нечто новое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова